ГИБДД проверит все перекрёстки и переходы возле школы Абакана на соответствие требованиям безопасности. Так автоинспекторы отреагировали на очередную аварию, где пострадал школьник. Напомню, накануне возле третьей школы водитель на Маркино перекрёстке сбил шестиклассника, возвращавшегося домой после уроков. Родители учеников уверены, ДТП можно было избежать, если бы руководство школы прислушалось к их просьбам. Виталий Истомин переживает за своего сына, пятиклассника третьей школы. Сейчас он на уроках, но уже через пару часов ему предстоит переходить оживлённый перекрёсток. Мужчина и рад бы сам провожать ребёнка в школу и домой, но работа не позволяет, поэтому связь держит с сыном через мобильный телефон. Утром и вечером сын отправляет СМС родителям. Дошёл нормально. Виталий рассказывает, родители не раз просили руководство школы решить вопрос с установкой, например, лежачего полицейского. Отказ мы получили однозначно, что по закону не положено здесь этого. И вчерашний случай, вот результат. Были бы лежачий полицейский, либо стоячий полицейский здесь стоял бы. Не было бы этого случая точно. Потому что, ну, а с администрацией, с управлением образования бесполезно разговаривать. Опасения родителей оправдались. Накануне прямо возле школы иномарка сбила шестиклассника Влада Макаренко. Сейчас он лежит в больнице с перелом ключицы. Состояние мальчика опасений не внушает, говорят врачи. А инспекторы пытаются найти свидетелей аварии. Ведь и водители иномарки, и дети утверждают, что двигались на зелёное. Сегодня стало известно, после очередного случая, когда школьника сбивают на пешеходе, госавтоинспекция решила проверить, насколько дороги и улицы возле городских школ соответствуют требованиям по безопасности. Во-первых, данная проверка будет проведена, и уже по её результатам будет принят комплекс мер по повышению дорожной безопасности детей. Будем рассматривать возможность установки искусственных неровностей, дополнительная знаковая информация, ну и, соответственно, нанесение дорожной разметки. Впрочем, уже сейчас известно, проверки ГИБДД будут лишь рекомендациями. А значит, немедленно исполнять их городские власти не обязаны. ТРЧТ, Евгений Сульбереков, Новости, Седьмой телеканал.